На улице Тецовской водитель, управлявший Хёндой, не справился с управлением и врезался в бетонный стол посвящения. В результате ДТП 22-летний молодой человек получил несколько переломов. Пострадавшего водителя доставили в 7-ю городскую больницу. Автомобиль, который, как выяснилось, не является собственностью молодого человека, иномарку он взял в аренду, также получил серьёзные повреждения. Около подъезда на улице Гудаванцева обнаружено тело мужчины. При себе у него были все документы, сотовый телефон и в одном из карманов шприц. Я подходил, у меня приехал соседей, спросил, говорит, не знаешь их. Житель малосемейки вышел на улицу, чтобы проводить родственницу. Увидев на снегу возле подъезда лежащего человека, он не остался равнодушным. Местный житель поспешил оказать первую медицинскую помощь. Не нащупав пульса у человека без сознания, сердобольный мужчина начал делать ему массаж сердца. Пульс проверил. Пульса не было, да? Нет, холодный же был. По словам местного жителя, погибшего мужчину он никогда до этого во дворе малосемейки не видел. При себе у него были все документы. Как выяснилось, погибший – уроженец Марийской республики. В одном из его карманов был обнаружен одноразовый шприц, а на локтевом изгибе – следы инъекции. Что житель Волжска делал на жилплощадке, и причину его смерти предстоит выяснить экспертам. Перестрелка в парке Победы. Жители Новосавиновского района накануне вечером слышали выстрелы. На место выехали несколько экипажей полиции. Одного человека задержали, а в автомобиле Ниссан Альмера сотрудники с понятыми нашли пистолет. Оружие лежало на детском удерживающем устройстве в багажнике иномарки. Водитель этой машины была крайне удивлена. Все нормально. А что вы обыскиваете? Работаем. Полицейские уверяли, что на перекрестке улиц Ямашево и Бондаренко автомобиль Ниссан остановился случайно. Что оба с транспортного средства – штатная ситуация. Осмотрев салон иномарки, полицейские открыли багажник. Там были сложены два детских автокресла. На одном из них сверху лежал пистолет. Девушка, это ваша машина получается, да? Да. Мужа. А, мужа? А где муж? Не знаю. Нет. А вы за рулем, что ли, этой машиной были? Да, за рулем. А вы за рулем были? Да, я. А откуда у вас пистолет? Не знаю. Это не мой пистолет. Несколько сотрудников производил обыск иномарки. Остальные охраняли молодого человека, которого задержали перед этим в парке Победы. 30-летний мужчина сидел в патрульной машине. А за что? А за что? Вот именно не объяснив причину, меня засунули. А вы кто, прохожий или водитель? Прохожий. В смысле, как получилось? Ты просто шли, что ли? Да, и меня просто скрутили, надели наручники. Я тут сижу, и меня не знаю, за что задержали. Не объясняют причину, уже держат 30 минут. А вы куда шли? Я шел домой. Задержанный рассказал, что вечером возвращался с корпоратива домой. Новогодний праздник с коллегами он отмечал в кафе на улице Мусина. По дороге домой его задержали. Меня свернули, задержали, не знаю, что наручники надели. Я уже полчаса тут сижу. У меня телефоны потеряли, все три телефона. Я никому позвонить не могу. В смысле потеряли, забрали, что ли? Милиция отобрала, я не знаю. Откуда в багажнике у авторяде оказался пистолет, еще предстоит выяснить экспертам. В Татарстане оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в жестоком убийстве в набережных Челнах. К 45-летнему бизнесмену подошел незнакомый мужчина и нанес несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался в реанимации, а задержанный объяснил причину своего поступка возникшими в его голове голосами. Задержанный. По статье 105, не знаю, какая часть. Подозреваемый рассказал, что в тот роковой день им двигала совсем не жажда наживы. На месте преступления при пострадавшем нашли деньги, ключи от машины и квартиры. Оперативники несколько дней искали человека, убившего крупного предпринимателя. Составили фоторобот преступника и в кратчайшие сроки установили его личность. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний местный житель. Он признал причастность к убийству и показал, что проходил утром по улице. При этом ему слышались в голове какие-то голоса, которые издевались над ним. По дороге он увидел потерпевшего, который в этот момент находился около своей машины, около багажника. Подойдя к нему, мужчина нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Выяснилось, что мужчина уже был дважды судим. Кроме того, он рассказал, что давно страдает психическими расстройствами. Он неоднократно обращался в психоневрологический диспансер, но назначенный врачом психиатра медицинские препараты не принимал вследствие их дороговизны. В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож, одежду и обувь со следами крови. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье убийства. Скорее всего, мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит степень его вменяемости. Крупная авария произошла сегодня днём на пересечении улиц Челюскина и Беломорской. На узком участке дороги «Ладу» занесло на колее, и она въехала в проезжающие по встречке «Хёнде». По словам участников аварии, они ехали с допустимой скоростью, но колея и гололедица не позволили водителю «Лады» справиться с управлением. От сильного удара сработали подушки безопасности. Обошлось без пострадавших. Участники ДТП решили не дожидаться сотрудников ГАИ и договориться на месте. Причины такого поступка в данном случае непонятны. На улице Кулахметова загорелась машина, которая была припаркована у дома номер 18. Прибывшие на место пожарные увидели, что из-под автомобиля Таврия идёт сильный дым. Чтобы потушить возгорание, спасателям пришлось разбить стёкла иномарки. Салон машины был забит коробками, на переднем сидении стоял телевизор, завёрнутый в полиэтилен. Владелец автомобиля на месте происшествия не объявился. Его личность предстоит выяснить полицейским. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание автопроводки. На улице Ямашево водитель внедорожника заехал на остановочную площадку. К счастью, в этот момент там не было людей и никто не пострадал. Мужчина, управлявший автомобилем Ниссан, признал свою вину. Но в случившемся обвинил также и дорожников, которые плохо почистили проезжую часть. Не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Мужчина за рулём автомобиля Ниссан заехал на остановочную платформу, когда перестраивался. По словам водителя, его занесло на нечищенной дороге. Заехав в снежную кашу, автомобиль стал неуправляемым и иномарку вынесло на трамвайные пути. На трамвайной остановочной платформе был установлен дорожный знак. В результате ДТП металлический столб погнулся. Очевидцы на местоваре вызвали скорую. Вот только пострадавших на месте не нашлось. Опросив водителя и убедившись, что медицинская помощь никому не требуется, бригада не от ложки уехала.